Род Шежери-Елан, Башк-Елан, племя в составе Нижнебельской группы Башкир. Тюркский народ Узбек-Кыргыз-Казак-Татар-Турк-Мен-Кепчак-Башкерское племя-Родовое подразделение племя-Елан подразделялось на три рода. Согласно легенде, в старые времена род Елан включал в себя потомков пять братьев, тюбы которых назывались Бакыр-Елан, Кыргы-Кыргыз, Кара-Узбяк, Балтык-Угарчин. Этническая история башкиры племени Илан, потомки одного из древнетюркских племен, которая включилась в состав кепчаков еще на ранней стадии их истории миграции на Запад. По утверждению ряда исследователей, опирающихся на значение этнонима «Елан, змея» и упоминания Ибн Фадлана о поклонении древних башкир змеям, племя Илана относится к числу древнейших образований на территории Башкортостана. Этнограф Р.Г. Кузеев связывает происхождение еланцев с кепчакскими племенами, аргументируя это временем их совместной миграции в приоролей в домонгольский период и тем, что еланские тамги, их структура, явно кепчакского типа. Еланцы, соседи киргизов и канлинцев в долине Белой, были тесно связаны с ними и с кепчаками как временем миграции в приуралье, Ксии, Ксиф-ВВ, так и предшествующие истории в Дешд и Кепчаке. В.В. Бартольт в рецензии на книгу И. Марквард описал о том, что в период пребывания кепчаков на Алтай они потерпели поражение от народа змей, джелан, а позднее смешавшись с этим народом, Разгромили Агузов и Печенегов и все вместе устремились против Византии. Византийские известия дополняются рассказом армянского историка Матвея Эдевского о событиях 499 граммов. Армянской эры – 1050 граммов. Наши эры, когда какой-то народ змей разбил светловолосых, а те разбили Узов и Печенегов, после чего все вместе выступили против страны рамеев. Также имеется сообщение в сокровенном сказании, что древние кепчаки жили на Алтай в долине Чжилиан. Китайская транскрипция тюркского джилан-змея Гайегрум Гажимайла предполагает, что у этнических истоков племен змей находятся демлины. По преданиям еландцев, их предки пришли в приуралье со стороны Волги или Крыма. Б. А. Муратов часть иландских башкир связывает по происхождению с западно-сарматскими племенами Роксолан и Масагеталанами. После создания кантонной системы управления башкирами, единство иландцев поддерживалось в рамках тариката Асфандия. Согласно В. В. Ушницкому, племя илан по происхождению связано с кимаками. Предполагается, что кимаки могли иметь тайное, секретное название, которое являлось татимическим символом. Этим именем могло быть обозначение змеи – джилан или елан. Подразделение башкирских кепчаков елан принято связывать с джиланами или еланами. При этом в отношении кимаков рядом авторов аргументирована версия монгольского происхождения.